Девушки отдыхают Ага Ясно СИБнефтегрупп тебе надо А они помогут? Помогут И с налоговой И с отчетностью Ну ты позвони им, сам все узнаешь СИБнефтегрупп Консультации Введение компаний Юридическая помощь в миграции компании В том числе альтернативная ликвидация СИБнефтегрупп Здравствуйте Вы смотрите программу новости Сургут-24 В студии Александр Маковей В начале выпуска коротко о главных темах За всеми успехами и достижениями Стоят люди В Сургуте с размахом отметили День работников нефтяной и газовой промышленности По обновленной программе Учебная неделя в школах Крупнейшего города Югры Началась с церемонии Торжественного поднятия флага И разговора о важном И время Когда нужно использовать Все доступные средства профилактики В Сургуте началась вакцинация от гриппа Сургут в минувшие выходные Отметил день работников нефтяной и газовой промышленности Торжества разделили на два дня Уже по традиции В субботу свою программу представили газовики А в воскресенье нефтяники Но перед этим прошли церемонии награждения Лучших из лучших в отрасли Газпром Трансгаз Сургут В этом году отметил 45-летний юбилей Сотрудники компании Внесли значительную лепту В дело освоения природных ресурсов Западной Сибири Сейчас в структурах предприятия Трудится порядка 9 тысяч человек На праздничный вечер Посвященный профессиональному празднику В Сургутской филармонии Собрались и молодые перспективные специалисты И заслуженные работники 36 ветеранов общества Удостоены специальной юбилейной медали На торжественном мероприятии Также вручили почетные грамоты И благодарственные письма Оксана Ярославцева продолжит Это романтики конца 70-х Повзрослевшие Умудренные жизненным и профессиональным опытом И их энтузиазм и работоспособность Положены в основу сегодняшнего успеха Общества Газпром Трансгаз Сургут Мы уезжали с песней И поэтому без нас скучают поезда Унося к неедомым краям Поэтому мы окунулись совершенно в другой мир Который на тот момент надо было осваивать Надо было вот эти богатства Которые наши сибирские Надо было на пользу людям Ну и мы вот воспитанные теми идеалами Мы тоже вот вносили свой вклад Молодые специалисты В этом году праздник получился двойной профессиональный День работников нефтяной и газовой промышленности И юбилей Компании исполнилось 45 лет Газовики обслуживают более 6000 километров Магистральных газопроводов В составе предприятия действует 18 компрессорных И 50 газораспределительных станций Коллектив насчитывает порядка 9000 человек Наша компания стояла у истоков газовой промышленности На севере Западной Сибири Нашим ветеранам приходилось работать По всем направлениям газовой отрасли Мы 45 лет день за днем Исполняли надежно и слаженно Нашу основную производственную задачу Мы обеспечивали поставку газа потребителям Большое вам спасибо за ваш тяжелый труд Я всем вам желаю крепкого здоровья Благополучия Уверенности в завтрашнем дне И новых производственных успехов Современность ставит иные задачи Специалисты осваивают новые технологии В условиях импортозамещения Не должны снижаться темпы развития И снабжения страны жизненно важным ресурсом Ветераны отмечают Потенциал поколения, пришедшего им на смену Позволит реализовать намеченное Я с удовольствием отработал 35 лет практически на Газпром Честно отработал каждый год, я надеюсь Плохого мне наверняка никто не скажет Но знаете, есть время, есть срок Я вижу молодые поджимают Я вижу появилась новая поросль, дерзкая В свое время мы пришли точно такими же Точно такими же дерзкими Перед нами открывались все двери И мы считали, что мы можем все Теперь пришло другое время Мы с удовольствием уступаем им место Специально к значимой дате Выпустили юбилейную медаль Ее удостоены 36 почетных ветеранов общества Работникам предприятия также вручили Почетные грамоты Министерства энергетики страны И благодарственные письма Виновников торжества поздравила Губернатор Наталья Комарова Для каждого из вас, от нас всех, югорчан Поклон, признание и пожелание вам здоровья И всего, что вам необходимо Чтобы вы достигли тех целей Которые каждый для себя поставил Для своей семьи, для предприятия, для коллектива Для зубовского района, для евры, для нашей Родины Оксана Ярославцева, Сергей Кондаков, Сургут-24 Лучших сотрудников наградили и в акционерном обществе Компания инвестировала 29,5 миллиардов рублей Говоря об успехах предприятия, его генеральный директор Владимир Богданов Особо отметил вклад каждого из 115 тысяч работников Сургутнефтегаза Мы достигаем всех запланированных целей Продолжаем инвестировать в производство Делгазы, добычу, нефтеперературу Мы умножаем наши предсценные капиталы Укрепляем профессиональную школу Сургутнефтегаза Это нам помогает наши инвестиционные смотные мастерства Конференции на молодежи Набирает обороты экономической соревнований Которые участвуют уже более 20 тысяч работников Сургутнефтегаз большого значения для экономики страны Добывает, перерабатывает в 16 регионах страны В общем объеме в России Соответственно, 11,7% Каждая пятая тонна, которая добыта в Любре Это нефть Сургутнефтегаза За всеми успехами стоят работники предприятия Это мастера своего дела высочайшего уровня Сургутнефтегазу в этом году исполняется 45 лет За все это время обучение в профессиональной школе компании Прошли более 850 тысяч человек Владимир Богданов отметил, что Как бы ни менялись внешние условия Сургутнефтегаз продолжит двигаться вперед И покорять новые вершины Генеральный директор акционерного общества Губернатор Югры Вице-спикер Тюменской областной думы Главы Сургута и Сургутского района Вручили заслуженным нефтяникам почетные награды От федеральных до ведомственных В этот юбилейный год отметили заслуги Почти 4000 работников предприятия Нефтяники по-настоящему создают фундамент Настоящий фундамент экономического и социального развития Нашего города Уникальные нервы были освоены героическим трудом Наших первогоходцев И сегодня это дело профессионально продолжается В новом поколении Дорогие друзья Спасибо вам за ваш труд Безусловным лидерам По объемам тобычи Бурения Капитальных вложений Вкладу в социально-экономическое развитие Платежам бюджета Безусловно является Паустрову нефтегаз За эту стабильность и надежность Ростёвлой сдала благодарность Руководству компании Лично Владимиру Леонидовичу Богданову Каждому члену большого трудового коллектива 3 сентября к центральной площади на Университетской Стянулись тысячи сургутян и гостей города Там грандиозно поздравляли первопроходцев Специалистов отрасли Ветеранов газовой промышленности И горожан Представители общества Газпром Трансгаз Сургут В субботней программе мероприятия Работали спортивные, развлекательные И творческие площадки О том, какие сюрпризы подготовила компания Жителям и гостям города Расскажет Карина Алексанян Активности для детей Для них же аквагрим, аниматоры Сладкая вата и другие развлечения С показательными номерами Выступили спортсмены От художественной гимнастики до дзюдо Насыщенную программу организовали Для сургутян 3 сентября На центральной площади города Так в полдень началось Грандиозное празднование Дня работника нефтяной и газовой отрасли От общества Газпром Трансгаз Сургут А вечером газовики подарили Сургутянам концерты От рок-исполнителей Первой на сцену вышла Юлия Чечерина Горожане в свою очередь Благодарили и поздравляли Виновников торжества Спасибо за город Спасибо за Сургут Спасибо, что он у нас есть Это все их заслуга Не было бы нефти, газа И тех людей, которые здесь работают Не было бы нашего чудесного города Он только процветает и процветает Чего мы ему и желаем Поздравляю всех нефтяников и газовиков Продолжать в том же дуне Чечерина, крематор И классика роков Обязательно должен быть Это очень тяжелая работа Мой папа ветеран труда Он давно уже на пенсии Неизвестно А газовикам сил еще раз Здоровье Отличное настроение Выполнение показателей В 2022-м обществу Газпром Трансгаз Сургут Исполнилось 45 лет За это время предприятие Обеспечило транспортировку Более 5,5 триллионов Кубометров голубого топлива Всех причастных к промыслу И гостей праздника Поздравил руководитель Газпром Трансгаз Сургут Олег Ваховский В нашем городе Каждый житель В той или иной степени Связан или с нефтью Или с газом Поэтому этот праздник По праву Наш общий Городской Я вам всем желаю Крепкого здоровья Благополучия Уверенности В завтрашнем дне И всего самого доброго К поздравлениям Присоединились первые лица Сургута и Сургутского района О важности сказано много Скажу одно Бюджет Сургутского района На 70% формируется За счет платежей Нефтяников и газовиков Когда благополучие Муниципалитета На три четверти Зависит от ваших денег Слова Что называется Излишни Поэтому всех нефтяников Всех газовиков Искренне поздравляю С профессиональным праздником Каждому Здоровья Удачи Благополучия Огромные слова Благодарности За развитие И вклад Спорта Культуры Искусства Молодежи Образование И я хочу Чтобы мы Все вместе Сейчас своими Аплодисментами Сказали спасибо За тот подарок Который мы Все вместе Получили сегодня В виде удивительного Праздника Среди подарков Для сургутян Был еще концерт Рок-группы Крематорий Артисты Каждую песню Превращали в Настоящее шоу Рок-н-ролльное Безумие На сцене Горожане Подпевали И танцевали Под популярные хиты А завершающим Сюрпризом Для собравшихся Стал салют Его залпы Освещали небо Почти 7 минут Карина Александян Николай Сапожников Дмитрий Самбур Сургут 24 В воскресенье Праздничную эстафету У газовиков Переняли нефтяники Большой праздник Для жителей Организовала Компания Сургутнефтегаз В структурах Которой Трудятся Десятки тысяч Горожан Торжества Начались утром И закончились Только в 11 Часу вечера О самых ярких Моментах программы Расскажет Мария Ливанян От славного прошлого В светлое будущее В день нефтяника Принято отдавать Дань уважения Первопроходцам Западной Сибири И ветеранам труда Колонну работников Компании Сургутнефтегаз На торжественном шествии Открывали те Кто отдал предприятию Многие годы жизни Всего в обществе 38 тысяч Ветеранов труда Некоторые из них Продолжают работать На благо Энергетического Сектора страны Мы все сейчас Себя ощущаем Как те самые Первопроходцы Да? Да Во-вторых Я кланяюсь вам От матрешки Тюменской От Ямала Югры И Юго-Тюменской области Потому что Благодаря нефти и газу Благодаря вашему труду Уму Благодаря вашим рукам Все эти три региона Взлетели В лидеры Три регионов Российской Федерации И сегодня Когда говорят Сургут Прежде всего Его ассоциируют Конечно С такой замечательной Огромной И очень Творческой И с высокими результатами Компании Сургут Нефтегаз Спасибо вам огромное За то Как бережно Передаете традиции Как воспитываете Юное поколение Как учите Гордиться Родным Сургутом Югру и России Продолжают традиции Трудовые подвиги Первопроходцев И ветеранов Молодые сотрудники Одна из отличительных Черт компаний Семейная преемственность В Сургут Нефтегазе Множество династий Юные специалисты Нелетко идут На предприятия По стопам родителей Папа и мама Они работали Дедушка работал Родители так и работают В Сургуте Папа у меня инженер А мама экономист Это современная компания Новое оборудование Большой шанс Построить карьерный рост Хорошие условия Труда Компания Это ужас истории У меня Брат старший Работает В ней Бурильщиком Плюс Много Во время учебы Про нее говорили То есть Ну компания Заменитого В Сургуте Имеет репутацию То есть Многие компании Зарубежные Уходят с рынка А Сургут-Тегаз Останется За 45-летнюю историю Компании Школу Сургут-Нефтегаза Прошли более 850 тысяч Специалистов Которые сейчас Продолжают свою карьеру В политике Бизнесе А также Трудятся на родном предприятии Занимают руководящие посты Время летит быстро И пролетят Те годы Как вы Молодые специалисты Станете руководителями А это Безусловно Если вы выбрали Сургут-Нефтегаз Вы будете руководителем У нас это традиция Растить своих Специалистов Своих руководителей И только По карьерному росту Руководителями становятся наши работники День нефтянника Молодых специалистов Торжественно приняли В семью компании Юноши и девушки Поклялись чтить И уважать Историческое прошлое Сургут-Нефтегаза Соблюдать И приумножать Добрые традиции Публичного акционерного Общества Сургут-Нефтегаз Венеорсия Сургут-Нефтегаз Мастера стремится Каждый из нас В честь Дня нефтянника На стадионе Спортивное ядро Для сургутян Прошел большой концерт С приглашенными музыкантами Хедлайнером Стала группа Добро Это юность моя Это юность моя Завершилась праздничная программа Теплыми словами В адрес всех нефтянников Сургута И грандиозным салютом Слава рабочим Никитиной И газовой промышленности Мария Ливанян Сергей Кондаков Сургут-24 Сегодня учебная неделя Во всех школах страны Началась с церемонии Торжественного поднятия Российского флага И исполнения гимна На линейке Теперь эта процедура Станет традиционным мероприятием Патриотическая линейка Будет проходить По понедельникам Перед уроками Специально для этого В каждом образовательном Учреждении Сформированы Знаменные группы В них входят Отличившиеся ученики Например В 19-й школе Сургута Чести поднять флаг На первом построении Удостоились члены Патриотического клуба Стрижи Сегодняшнего 5 сентября Все дети России Принимают участие В освоении курса Внеурочной деятельности Разговоры о важном Он рассчитан Для абсолютно всех возрастов Даже студенты СПО Проходят данный курс Он ориентирован На формирование И развитие Гражданских ценностей Экологических Духовно-нравственных Классные руководители Прошли специальное обучение И получили необходимые Методические материалы Для проведения уроков По курсу Разговоры о важном Занятия будут посвящены Разным темам Они уже утверждены Министерством просвещения Например, сегодня На классных часах Обсуждали День знаний Перспективы образования В России А также возможности Которые открыты Перед молодежью Эти уроки Разработаны Индивидуально Под возрастную категорию Поэтому Сегодня Нельзя К детям Говорить Всем одинаково И Понятно, что Первоклассник Может усвоить одно А одиннадцатиклассник Сегодня может усвоить Совсем другое 3 сентября В Сургуте У мемориала славы Прошел Траурный митинг Посвященный Памяти жертв Одного из самых Масштабных терактов В истории Современной России В 2004 году 1 сентября Во время праздничной Линейки В гимназии Североосетинского Города Беслан Террористы Напали на Образовательное Учреждение В заложниках Оказались Более 1100 человек Дети Родители Педагоги Здание школы Было Заминировано Людей удерживали В тяжелейших условиях Без еды и воды В целях устрашения Бандиты Расстреливали Заложников Детей террористы Использовали В качестве Живого щита Операция По освобождению Заложников Длилась Почти 10 часов На месте Кроме военных И бойцов спецназа Работали спасатели И добровольцы Общее число Жертв Трагедии 334 человека Около 800 Получили ранения Разной степени Тяжести В память о трагедии В Беслане 3 сентября В России Именуются Днем солидарности В борьбе с терроризмом Сегодня мы здесь Сургутяне Вместе со всей Россией Собрались Чтобы почтить Память тех Кто стал Жертвами В Беслане Уденовске При взрыве Домов Волгодонске И других Террористических Актах Там Где мы потеряли Детей Мирное население Мы здесь Чтобы сказать Слава Благодарности И низко Поклониться Тем Кто сегодня Стоит на страже Нашей безопасности Кто сегодня Делает Все Возможное Для того Чтобы Такой беды Не повторилось В Сургуте В память о жертвах Бесланской трагедии К мемориалу славы Были возложены цветы Горожане присоединились К акции Капля жизни В траурном митинге 3 сентября Приняли участие Представители Национальных диаспор Волонтеры Чиновники Школьники И студенты Мероприятие Открыло череду Тематических событий В течение этой недели Запланировано Около 200 встреч В школах города Учреждениях культуры И спорта Эта памятная дата Важна не только Для Сургу Для МРЦ Для города Сургута Но также и для нашей страны И для всего мира Поскольку Терроризм Экстремизм Это преступление Против всего человечества Надо обязательно Поддерживать Такие митинги Нужно Сделать так Чтобы Наше поколение На годы вперед Понимали Насколько Это страшно Слово Терроризм В Сургуте Вечером 2 сентября В ДТП Пострадал байкер Авария произошла На перекрестке Улиц 30 лет Победы И Ивана Захарова Иномарка Инфинити Двигалась по Захарова И поворачивала налево Водитель мотоцикла Ирбис Ехал по профсоюзов И направлялся прямо По предварительной информации ГИБДД Байкер Проехал пересечение дорог На запрещающий сигнал Светофора Пути двух транспортных средств Пересеклись У пешеходного перехода По информации от очевидцев 30-летний мотоциклист Несмотря на полную экипировку Получил травмы И был доставлен В больницу Для обследования Следствие продолжается С начала года На дорогах Сургута Произошло 16 аварий С участием мототехники В них один человек погиб Еще 16 пострадали 1% от общего числа Заболевших COVID-19 Находится под медицинским наблюдением Об этом стало известно На брифинге журналистов С главным врачом Первой поликлиники Сургута Основные симптомы Которые наблюдаются У пациентов При этой инфекции Это насморк Тонзилит И возможно Увеличение лимфатических узлов При положительном результате теста Больных обеспечивают Бесплатно необходимыми лекарствами В ближайшие два месяца Когда традиционно происходит рост показателей Врачи убеждены, что справятся Вместе с тем Медработники напоминают О средствах профилактики Один из них вакцинация Сейчас прививают не только от ковида Но и от гриппа Причем иммунизацию можно проходить Одновременно и от одной И от другой инфекции Препараты есть в медучреждениях города Мы начнем Вакцинацию против гриппа Сразу оговорюсь Можно ставить одновременно Вакцинироваться и от гриппа И от коронавирусной инфекции Сегодня это две разные ампулы Но делается это одновременно Поэтому об этом вы можете Когда появится гриппозная вакцина Если у вас подошло время Для вакцинации от коронавирусной инфекции Вы можете попросить специалистов В пункте вакцинации Вакцинировать вас от двух этих инфекций Еще раз Это специфическая профилактика От конкретных заболеваний Это была последняя информация выпуска Корреспонденты телеканала Сургут 24 Продолжают следить за развитием событий Самая актуальная информация В удобное для вас время Доступна в официальных аккаунтах В Телеграм, Вконтакте И на нашем сайте Впереди еще прогноз погоды После коммерческого блока Я благодарю за внимание До свидания Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Новые автомобили из Арабских Эмиратов Подробности у наших менеджеров Представляем вашему вниманию Жилой комплекс Белые ночи Белые ночи расположились на Мелик-Карамово Одной из уютных улиц Сургута Развитая инфраструктура района Парк геологов Кафедральный собор преображения Господня Способны сделать проживание В вашей новой квартире Самым комфортным А еще в жилом комплексе Белые ночи Отличное дворовое пространство Со спортивными и детскими площадками Подробности по телефону в Сургуте 765-708 Мировые звезды в Югре 12 сентября в 19 часов На сцене Сургутской филармонии Заслуженный артист России Обладатель премии Грэмми Ильдар Абдразаков А также известные оперные исполнители И молодые таланты Музыкальное сопровождение Симфонический оркестр под управлением Константина Чудовского Главного дирижера театра Урал-Опера-балет И Государственного Кремлевского оркестра Билеты онлайн на сайте Югроклассик.ру 12 плюс Умные домофоны от Телеплюс Принимают звонки из подъезда прямо в телефон А это кто? Я не знаю Делают фото посетителей И отправляют их в смартфон Даже тогда, когда вас нет дома Так он и на прошлой неделе заходил Телеплюс Все Управляйте домофоном из любой точки мира Домашние и дикие Дружелюбные и опасные Популярные и экзотические Такие разнообразные животные Встречайте их В познавательной программе Для детей и взрослых Усы, лапы и хвост Смотрите каждое воскресенье В 11.00 на телеканале Сургут-24 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok